Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказывал о теории Гарри Марковица, который говорил, что при инвестировании надо учитывать не только доходность, но и степень риска. И в прошлом видео мы рассматривали всего лишь два типа активов. Это один тип – это либо депозит, либо облигация. Это примерно одно и то же, которое дает гарантированный доход. Вот, он гарантирован, но он определен строго совершенно, в районе 6-7% годовых. И другой вариант, другой актив, который мы использовали, он дает ожидаемую доходность. Никто не говорит, что там будет доход. То есть ожидаемая доходность, но при этом есть риски, то есть она начинает там крутиться, может быть доходность, а может быть даже и убытки. Но ожидаемая доходность, как правило, по, скажем, таким активам типа акции, она выше. И повышенная доходность объясняется тем, это плата за риск. То есть мы рискуем. И в прошлом видео там было показано, что если есть у нас два актива, самый простейший вариант, то, значит, вот есть маленький риск, но там же и маленькая доходность. Чем выше доходность, тем больше риск. И если мы начинаем определять соотношение между этими активами, то получается, значит, вот такая кривая. Вот. И есть какая-то точка определенная, где при определенном соотношении между этими двумя активами будет оптимальная доходность. Вот. И получается, что мы делаем. То есть мы, один актив, он безрисковый, а второй актив рискованный. Вот. И получается, что второй актив, значит, как выбрать, во-первых, как определить математическое ожидание доходности. Это первая задача. И вторая задача, как уменьшить риски. Да, надо ли это вообще делать? Может, просто, так сказать, вложиться, как многие предпочитают, просто на депозит и не думать. Смотрите, мы уже знаем, что депозит дает где-то 6-7% годовых. Давайте посмотрим, что дали вложения в акции. Вот сейчас мы видим. Лукоил. Недельный график. Смотрите, вот здесь начало года. 2018 года. Посмотрите, как росли акции. 5 тысяч делим на 3500. Равно. Примерно 42,8%. Даже 429. Больше, чем на 42%. Сравниваем с депозитом 6%. Это очень достойное вложение. Согласитесь. Давайте следующий график. Новотек. Посмотрите, в начале года он стоил 700 рублей. В конце года 1121 рубль. Делаем ту же самую процедуру. 1121 рубль. Делим на 700. Равно. 1,6 или плюс 60%. В 10 раз выше, чем депозит. Оно того стоит? Конечно, стоит. Смотрите. Если вы вложили 100 тысяч рублей на депозит, то вы получаете 100 тысяч вложили, 106 тысяч у вас в конце года. Соответственно, если вы вложили все 100 тысяч в Новотек, если бы вы вложили все 100 тысяч в Новотек, у вас было бы 160 тысяч в конце периода. То есть разница в 54 тысячи, она вполне ощутима. Вот. Следующий график, который я хочу показать, которые бывают, собственно говоря, это будет у нас Алроса. Посмотрите. Опять же, начало года вот оно. Вот начало года у нас. Это 77. Конец года 98,66. Делаем то же самое. 98,7 делим на 77. Равно. 1,28 или 28% по сравнению с 6%. Согласитесь, тоже очень-очень немаленькая сумма. Но каковы здесь риски? Как их определить? А теперь вопрос. Какие акции выбирать? По теории Марковица, он говорит, активы, которые вот обладают риском, то есть они обладают повышенной доходностью, но при этом повышенный риск. Надо смотреть на дисперсию, которую мы расписали. Дисперсия. Что такое дисперсия? Это отклонение от средней величины. Вот оно, вот смотрим. Мы проводим вот здесь линию. И мы смотрим, насколько акция отклонялась от средней линии. И по среднеквадратичному отклонению как раз считается дисперсия. То есть вот тот коридор, в котором гуляет цена актива. Чем уже этот коридор, чем меньше она гуляет, тем лучше. Тогда, значит, надо вот такие акции и выбирать. Ну, на самом деле, это целая наука, как выбирать такие акции. Вот. Что говорит нам теория? А теория говорит следующее. Вот она, Алроса. Давайте еще раз вернемся к графику. Вот такой уровень мы получили, если вложились в рискованный актив. И вот такую доходность мы получили бы, если бы вложились в тот же самый депозит или облигации. Примерно там одно и то же. Вот. Посмотрите. Вот она разница. Но вот здесь вот диапазон. Давайте посмотрим, какой диапазон погрешности. Ну, он примерно вот так выглядит. Вот. Акции могли вырасти, но могли и упасть. Смотрите. И тем не менее, вот эта средняя линия красная, это математическое ожидание, это средний уровень. То есть, да, они могут упасть ниже. Ниже, чем облигации даже, но на начальном этапе. Только на начальном этапе. Дальше, если мы вот здесь уже получили вот этот доход, то нам уже, в общем-то сказать, фиолетово, то есть, на второй-третий год мы понимаем, что это было правильное решение. Итак, как выбрать вот такой актив? И что он говорит? Что говорит теория? А теория говорит следующее. А давайте выбирать разные активы. Давайте мы разложим несколько активов различной природы вот в рискованную корзину. И есть безрисковая. Безрисковая это облигации. Где вот в данный момент будет наша доходность? Если мы возьмем часть денег вот в облигации, и часть денег мы вложили бы в акции. Понятно, что наша доходность суммарной нашей корзины будет посередине где-то. То есть, мы не получим максимальную доходность, но мы и не получим минимальную, потому что мы будем посередине. И даже если акции упадут ниже, то, соответственно, опять же, наша доходность будет где-то посередине. И уже у суммарной вот этой корзины, которая состоит из часть гарантированной доходности облигации и часть с рискованными активами получится нечто среднее. Так вот, у этого нечто среднего волатильность будет меньше. Дисперсия будет меньше. И поэтому ученые говорят, что надо раскладывать, надо вот определять вот этот вот диапазон, усреднять наши активы. И надо подбирать такие активы, которые подвержены различным факторам. Мы никогда не знаем, какие акции точно вырастут. Посмотрите. Возможно, вырастут акции банковского сектора. А может быть, нефтянка, если нефть подорожает. Но если нефть подорожает, и банковские могут подорожать, да? Но при этом, например, могут пострадать какие-то акции торговые, например, да, торговые сети. Вот. Есть еще какая область у нас? Легкая промышленность, пищевая промышленность. И производство, скажем, сельскохозяйственной продукции. То же самое есть. И у нас есть соответствующие акции, соответствующих компаний, соответствующих фирм, которые при тех или иных благоприятных ситуациях, значит, либо одни акции вырастут, либо другие. Поэтому, говорит Марковец, что надо раскладывать инвестиции, надо покупать акции из различных областей. Из различных областей. И здесь различные области просто вот, ну, сейчас современные науки, они мониторятся. И есть индексы. Индекс банков, банковского сектора, индекс обрабатывающей промышленности, индекс добывающих отраслей и так далее. То есть, что имеется в виду? Смотрите, если мы вкладываемся в нефтянку, то не имеет смысла покупать или, ну, смотрите, мы покупаем акции, например, разных компаний. Лукоил, например, Газпромнефть, Башнефть, Татнефть есть, Роснефть есть, что там еще есть, Сургутнефть и Газ. Вот, это акции различные, но они все зависят от цены на нефть. Да, они плюс-минус что-то, но если цена на нефть будет падать, ну, наверное, там с этими акциями, или акцизы ведет правительство новое, то с этими акциями, со всеми будет не очень хорошо. И наоборот, если цена на нефть вырастет, то все-все-все эти компании будут чувствовать себя как раз хорошо. Поэтому, значит, мы берем одну часть актива, вкладываем в нефтянку. И там уже, ну, можем разложить равными долями, но это часть актива, которая вложена в нефтянку. Еще часть мы вкладываем, например, в банковский сектор. Я не знаю, что будет с банковским сектором. Может быть, он взлетит. Поэтому мы будем вкладывать часть тоже в банковский сектор. Какие банки? Может быть, это будет Сбербанк, может ВТБ, может Внешэкономбанк, Бинбанк, ну, я не знаю, что, но Альфа-банк. Ну, мы можем вложить деньги вот в банковский сектор. Это не так важно, какие, потому что если банковский сектор чувствует себя хорошо, все банки будут расти. И наоборот. Далее. Ритейл – это товары народного потребления. Если вдруг у населения выросла там зарплата, куда пойдет население? Тратить их однозначно. Поэтому часть денег мы вкладываем в ритейл. Какую часть? Мы сами уже решаем для себя. Вот. Сельскохозяйственное производство – то же самое, телекоммуникации – то же самое, энергосбытовые компании – то же самое. То есть мы берем и разбиваем наш портфель на какое-то количество отраслей буквально. Для чего это делается? Потому что, смотрите, какие-то факторы у нас подействовали, эти акции выросли, а какие-то, ну, не выросли. Значит, в среднем будет рост. А потом факторы эти ушли, перестали действовать, а начали действовать другие факторы в другое время. А в другое время пошли другие акции. И вот от такого раскладывания портфеля получается что? Получается, что у нас колебания нашего портфеля будут уменьшаться. То есть уменьшается дисперсия та самая. А рост тоже будет усредняться. Теперь давайте сейчас посмотрим, как росли акции. на протяжении, ну, американские акции, потому что там самая большая статистика, поэтому американские. Вот посмотрите, сейчас мы видим график S&P 500 на протяжении с 1971 года. Вот он, декабрь 70-го года, с 1971 года. Мы видим, что S&P 500 рос все это время. Смотрите, до 1999 года, до апреля 2000 года он непрерывно рос и даже взлетал. В 2003 году, 2002-2003 он упал. Вот, но тем не менее, если кто вложил в 1971 году, тем не менее, он в плюсе, в огромном плюсе. И дальше он опять растет, снова падает. Потом он дальше начал опять расти резко. И сейчас он находится вот на уровне 2412. А начиналось все с уровня, сейчас скажу, 72. Давайте посмотрим, какая доходность была по, там уже казначейские обязательства Америки, потому что, ну, трежерис, вот, потому что по депозитам в Америке практически нулевая доходность. Ну, по трежерис тоже там 1-1,5%. То есть мы бы имели, если бы мы вложили деньги в те же самые казначейские обязательства в Америке, вот, то мы бы имели примерно вот столько. Поэтому, но любой американец вам скажет, надо вкладывать акции. В развитых странах все люди имеют вложение в акции. И, как я уже сказал, диверсификация должна быть. То есть мы должны в свой портфель включать активы различной природы. Вот, что я хотел сказать. Какие это могут быть активы? Это не обязательно акции различных компаний. Посмотрите, потому что есть еще группы рисков. Какие есть? Есть группы рисков, связанные с определенной отраслью. Да, они есть. Есть еще страновые риски. И можно избежать этих страновых рисков, то есть риски, которые связаны со страной, положив деньги в иностранные инвестиции, иностранные акции. То есть, посмотрите, мы вкладываем часть денег, часть портфеля, скажем, в акции американских компаний, а часть денег в акции российских компаний. И мы можем часть денег вложить, скажем, в европейские какие-то компании. И это тоже возможно. Мы можем даже вложить в недвижимость, если мы посмотрим, каковы перспективы недвижимости. Будет ли она по-прежнему расти, как она росла 10 лет назад, или сейчас стагнация. Сейчас стагнация. Мы все видим, что недвижимость не продать. Еще самое ужасное в недвижимости, что во время кризиса недвижимость не продаж. Во-первых, на нее цены падают, а во-вторых, покупательные способности нет, спроса нет на недвижимость. Никто ее не купит в период кризиса. Поэтому очень хорошая штука акции или облигации. Теперь смотрите, что я хочу сказать. Например, на своем я могу привести себя в качестве примера, как я раскладываю акции. То есть, смотрите, для того, чтобы избежать страновых рисков, у меня достаточно давно лежат деньги в австрийской социально-накопительной программе. Это абсолютно надежная штука через страховую компанию. И они там находятся под управлением Value Investment Fonda. И они в еврах, и они там растут в еврах. Но средний рост – это 5-6% годовых в евро. Почему 5-6%? Потому что они находятся под управлением фонда. Они вкладываются именно… Когда я раскрыл недавно стратегию Value Investment Fund, там прямо черным по белому написано «Стратегия основана на теории Марковица». И там приведен коэффициент шарпа. То есть, они следят за тем, чтобы колебания были незначительны. То есть, просадки между максимумом и минимумом в процессе были небольшие. Они за этим следят. То есть, именно по этой технологии, по этой стратегии фонд вкладывает. И это «Слепой траст», они там лежат. То есть, деньги лежат в какой стране? В самой стабильной стране, наверное, в мире. Австрия. Там ничего не происходит. Они ни в каких войнах не участвуют. А Австрия, там часть денег лежит. Потом, значит, дальше что я сделал? Часть денег я положил в любимый мною, и я который всем рекомендую, модельный портфель. Если вы посмотрите на состав модельного портфеля, то вы увидите, что именно эти принципы используются при формировании модельного портфеля. То есть, как можно реже диверсифицировать, как можно реже, значит, совершать операции, потому что это консервативное вложение. И акции различных отраслей, там есть и банковские отрасли, и ритейл есть, и нефтянка, естественно, есть. Есть добывающие отрасли, там Алроса и так далее, Новотек, Распадская добывающая, вот такие отрасли. То есть, модельный портфель – это торговля по рекомендациям классная штука. Если мы не знаем, какие акции покупать, я рекомендую модельный портфель, который дал, кстати, рост в 2016 году на 34%, у меня было видео. В 2017 год был рост 24%. В 2018 год еще не завершен, там рост очень-очень небольшой пока, потому что с акциями было не очень хорошо все. Но в результате, значит, он вырос за предыдущие два года больше, чем на 50%, больше, чем на 50% за два года, и, соответственно, ну, потом он не упал, скажем так. За три года плюс 50-60% – это очень неплохой результат. Все равно на депозите вот такого не добьетесь. Еще один вариант, который я предлагаю, это вот, который предлагает брокер Открытия, это стратегия Wall Street, это тоже торговля с подсказками, но американскими акциями. Там средняя доходность 13% годовых в валюте по расчетам, это ожидаемая доходность, вот, ну, так сказать, тоже возможны риски и так далее. Ну, частенек можно туда вложить, но там от 10 тысяч долларов, ну, правда, можно меньшей суммой, но примерно такой суммой. Модельный портфель, ну, там от 100 тысяч рублей уже можно вкладываться в российские акции. Вот, что еще можно вложить, куда можно вложить? Ну, есть возможность вложить, например, в бизнес. Конечно, бизнес – это актив, бизнес дает совершенно бешеные прибыли, то есть это максимальные. И большинство людей у нас, ну, вот все знают, что надо раскладывать деньги в различные корзины, в разные корзины. Ну, и сейчас мне, так сказать, наверняка напишут в комментариях, что, чувак, ты ничего нового не открыл, идея диферсификации. Ну, ребята, а реально, что вы делаете? Спросите у любого предпринимателя, где у него все деньги? Все, все абсолютно деньги в бизнесе, это в одном активе. И бизнес – это, он всегда сопряжен с рисками, в любой момент вы его можете полностью потерять, 100%. Вот, как у одного моего знакомого, я неоднократно рассказывал, торговлей занимался, у него целый ангар вывезли за одну ночь товара, там, на 6, сколько там, миллионов там, или 60 миллионов рублей, вот, ну, на миллион долларов, короче говоря, вот. Хорошо так, и все, весь бизнес накрылся тут же, потому что он поставщикам должен заплатить все деньги, которые он копил, когда-то он туда отдал, потому что поставщикам надо платить. Вот, вот в один день все накрылось. То же самое с недвижимостью, пожалуйста, доллар вырос, там, рубль упал в два раза, и все, недвижимость не изменилась в цене. Значит, цены на недвижимость рухнули в два раза, в пересчете на доллары. И я неоднократно говорил, что здесь тоже надо было перекладываться, опять же, да? Посмотрите, то есть не кладите яйца в одну корзину, если у вас нет денег на недвижимость, ну, не покупайте вы ее. Или там, ну, как многие говорят, в складчину, пожалуйста, но это бизнес, раскладывайте в разные корзины. Часть в акции, часть в австрийской компании, часть модельный портфель. Пусть будет часть недвижимости, кто возражает, почему нет? Вдруг недвижимость выросла, это будет смешно. Вот, доллары, опять же, валюта элементарно, золото, почему нет? Вот, ну, металлическое золото, вы много денег не вложите, там есть свои проблемы. Золото не приносит дохода, не приносит дивидендов, не приносит купонного дохода. Золото просто может дорожать, но при этом золото очень трудно продать. Потому что при продаже золота получается, что у вас возьмут денег за экспертизу, разница между куплей и продажей большая, ну, и так далее. Еще и НДС. НДС обещается следующего года отменить, кстати, на золото, поэтому золото будет более активно торговаться. Вот, но золото можно купить, опять же, в виде ценных бумаг, которые номинированы в золоте, они обеспечены металлическим золотом. Но это ценные бумаги, там нет НДС, их можно легко купить и продать в любом количестве. Там, по-моему, что-то от 100 долларов, в районе 100 долларов, по-моему, стоит один пай этого ETF Gold. Вот, пожалуйста, можно купить. То есть можно разложиться. Еще, что я рекомендую, это структурные продукты с защитой капитала. Для тех, кто страшно боится потерять деньги. Это классная штука. То есть там выбирается один базовый актив, и, опираясь на этот базовый актив, у него есть ожидаемая доходность, ожидаемая доходность, она не гарантирована, но гарантировано 100% то, что вы не потеряете свои деньги. Вы получите ровно столько рублей, сколько вложили, даже если актив упадет в цене. Если актив вырастет в цене, то вы получите пропорционально цене актива в долларах. Ну, если это актив за доллары. Вот, ну, пропорционально росту актива. Это шикарная штука, структурные продукты с защитой капитала. Поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите, диверсифицируйте портфель. Я буду давать советы, как это сделать, что такое австрийские программы. В ближайшее время я проведу вебинар. Вот я не знаю, до Нового года проводить стоит или нет, или уже после Нового года, потому что сейчас предпраздничная суета. Я планирую провести вебинар и рассказать более подробно об этих накопительных программах. Вебинар будет закрытый. Запись на вебинар будет в ссылочке под данным видео. Вот. Ну, про структурные ноты, структурные продукты я рассказываю постоянно и рассказываю, как это сделать. Обращайтесь ко мне по почте, по любым контактам, которые вы найдете. Со мной свяжитесь и все. Ну, проще всего, это сайт demetkovyur.com. Там есть соответствующие кнопочки. И туда я сейчас введу кнопочку на копительных программах, чтобы можно было записаться. То есть все на одном сайте и будет. Вот. Ну, а на сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. Спасибо.